Наконец пришло время обсудить, как выглядят формы причастия к греческому языке. Потому что мы много говорим о них, но вот как они выглядят, еще почти и не обсудили. Формы причастия описаны в 27 уроке. Общая схема образования причастия, вот вы видите в параграфе 27.3, но пока мы изучаем причастие настоящего времени. Основа настоящего времени, плюс соединительное гласное, плюс морфемопричастие, плюс падежное окончание. Термин морфемопричастие это такой суффикс, который собственно и указывает нам на то, что мы имеем дело с причастной формой. Ну морфемы называются, наверное, меньшая значимая часть слова. В греческом языке несколько морфем причастия, часть из них мы изучим на этом уроке, остальные изучим на следующем уроке. В параграфе 27.4 приведены основные морфемы, необходимые нам для настоящего времени. Это морфемы действительного залога, в мужском роде и в среднем роде морфема НТ, в женском роде морфема УСА и в среднестрадательном залоге. Если вы помните, в настоящее время в причастии, так же как и в личных глаголах умы среднего и страдательного залога совпадают, ну либо можно просто говорить об одном среднестрадательном залоге с очень широким спектром значения, от затронутости до того, что кто-то подвергается действию, включая там промежуточные варианты и какого-то самостоятельного действия и спонтанного действия и так далее. Так вот, вот такой большой среднестрадательный залог. И вот морфема среднестрадательного залога МЕН и ОСОМЕГА на конце в мужском и среднем роде, и с этой на конце в женском роде. Ну, фактически нам нужно запомнить МЕН, и потом после МЕН будут типичные, привычные нам падежные окончания. Так что, если все это собрать вместе, то вот посмотрите в параграфе 27.6, как выглядят формы причастия настоящего времени действительного залога от глагола ЛО. Именительный падеж, единственное число мужской род. ЛООН. Здесь немного неожиданная форма. Ну, во-первых, нужно сказать, что морфема для мужского рода НТ, так как она заканчивается на согласный звук, то это, конечно же, будет третье склонение, будут окончания падежные третьего склонения, и в родительном падеже мы хорошо видим всю форму целиком ЛО, окончание О, соединительное гласное, НТ, суффикс, и окончание ОС, родительного падежа единственного числа. В именительном падеже окончание нулевое. Ну, вы помните, что часто окончание С, но у некоторых, мы уже с вами встречали в мужском роде, нулевые окончания. Вот еще один пример. Поэтому было бы ЛООНТ, но на Т слова в греческом языке не заканчиваются, поэтому Т выпадает. Омикрон компенсаторно отличается, получается ЛООН. На самом деле, вот, наверное, это ОН стоит просто особо специально заучить наизусть. Вот такое окончание ОН, ну, для настоящего рода, для настоящего времени причастия, вы очень часто будете видеть, и его нужно хорошо узнавать. Оно там уже, видите, самое непохожее на остальные причастные формы, или одно из самых непохожих. Поэтому ЛООН, если посмотрите среднее, вот далее, то ЛООН, только Омикрон в Омегу в среднем роде при выпадении не удлиняется. Ну, и опять же, там тоже нулевое окончание, и тоже Т выпало. И вот это ОН, тоже, пожалуйста, заучите, ЛООН, ЛООН, довольно часто встречающаяся форма. Дальше все по правилам, исходя из того, что у нас получается такая основа ЛООНТ, ЛООНТ, ОС, ЛООНТ, И, ЛООНТА, ЛООНТЭС, ЛООНТОН, И несколько неожиданная форма, ну, объяснимая, просто взбивающаясь в толпу ЛУ, ЛУ, СИН. Что здесь произошло? Окончание СИ или СИН. Сигма съела и Т, и НЮ, и осталась просто ЛУ, съевшаяся Сигма, и НЮ беглая. Выглядит это точно так же, как форма личного глагола третьего лица множественного числа. Единственное, как вы можете отличить эту форму, это по контексту. То есть, если в контексте, ну, вы чувствуете в контексте, что по смыслу должно быть причастие, ну, например, в артикле есть, в артикле очень часто есть артикле, это же форма неименительного подлежат, это форма дательного подлежат, часто причастие будет определительным и часто будет иметь артикль. То есть, например, есть артикль, то вы понимаете, что это причастие. Нет артикля, и контекст позволяет переводить глагол, но вы понимаете, что это глагол. На самом деле это очень редкая форма, и она больших проблем вам создавать не будет, но все-таки есть несколько случаев, где вы с этим столкнетесь, так что, пожалуйста, будьте внимательны. Ну и последняя формула, лу-он-тас, опять же все без всяких сложностей и по правилам. Средний род аналогичным образом, лу-он, лу-он-тас, лу-он-ти, лу-он, именительные и винительные падежи совпадают, лу-он-та, лу-он-тон, лу-ку-син, тот же самый эффект, что и в дательном падеже множественного числа мужского рода, и лу-он-та. В женском роде совсем другая морфема, в данном случае морфема луса. И женский род склоняется следующим образом, лу-у-са, лу-у-сес, помните, мы с вами сталкивались с таким явлением и в существительных, и в прилагательных, вот этого чередования альфа-эте, преобразовании первого склонения, поэтому данный эффект вам уже знаком, лу-у-се, лу-у-сан, лу-у-сай, лу-сон, лу-у-сайс, лу-усас. Стандартный набор окончаний для первого склонения. Если вы запомните вот этот суффикс у-са, то, как правило, формы вы будете узнавать довольно легко. Если запомните суффикс н-т, то формы мужского и среднего рода тоже будете узнавать довольно легко. Единственное, вот нужно специально заучить именительный падеж единственного числа мужского и среднего рода, они также встречаются. И где-то там помнить еще и о дательном падеже на множественном числе. Ну, чтобы вот эта вот неожиданная форма не застала вас врасплох. Ну, все-таки давайте глянем какой-нибудь пример дательного падежа множественного числа, чтобы вы убедились, что узнать все равно можно. Послание к римлянам, восьмая глава, четвертый стих. Здесь говорится о том, как что Бог послал своего сына, это вот, жарку за грех, и четвертый стих. ХИ НАТОМ ДЕКАЮМА ТУ НОМУ ПЛЕРОТЕ ЭНХЭМИН, то есть МЕ КАТА САТКА ПЕРЕПАТУСИН, АЛЛА КАТА ПНЕВМА, чтобы праведное требование, все на данном переводе оправдания, ну вот требование, вот так далее, праведное требование закона было исполнено в нас. И теперь видите, вот у нас есть слово ПЕРЕПАТУСИН. ПЕРЕПАТУСИН, ПЕРЕПАТЕЛО нам знакомый глагол, и мы можем подумать, что вот у нас здесь глагол ПЕРЕПАТЕЛО, стоящий в третьем лице в множественном числе. И как это переводить? ТЕМ, ну видите, артикль же у нас еще есть, вот. ТЕМ, КОТОРЫЕ НЕ ПО ПЛОТИ, ОНИ ХОДИТ, НО ПО ДУХУ. Ну, ТЕМ, КОТОРЫЕ НЕ ПО ПЛОТИ, ОНИ ХОДИТ, НО ПО ДУХУ. Конечно, что-то вроде вырисовывается в предложении, но предложение выглядит чрезвычайно коряво. Однако, если мы догадаемся, что артикль, то есть, САТЕ, стоит вместе с причастием ПЕРЕПАТУСИН, именно причастием ПЕРЕПАТУСИН в дательном падеже в множественном числе, ну, между артиклем и причастием вклинилось несколько слов, в греческом языке такое бывает, и довольно часто, кстати, не только в этом случае, но во многих случаях привыкайте к этому, вы между артиклем, относящимся к причастию, и самим причастием можете увидеть много зависящих от причастия слов. Так вот, если мы увидим этот артикль, то мы просто переведем причастие причастием, у нас получится, чтобы правильное требование закона было исполнено в нас не по плоти ходящих, но по духу. И все предложения становятся вполне нормально, естественно, звучащими. Так что, ну, там, сотни-полторы случаев употребления такой вот формы в Новом Завете есть, но, как правило, контекст вам будет всегда хорошим, надежным руководством, потому что переводы личными глаголами не будут иметь смысла, переводы причастием в таких случаях будут иметь смысл. Но это вот какая-то форма, которая может избить с толку, остальные формы причастные, как видите, вполне узнаваемы. Запомните форму именительного падежа, запомните суффикс «нт» и суффикс «уса», которые для женского рода, и, следуя общим правилам, общим знаниям, причастие вы будете узнавать. И это, что касается формы действительного заболуга. Среднестрадательная форма еще проще запомнить. Вы парадигму можете посмотреть в параграфе 27-12. Посмотрите «у», «о», «м», «ос», «у», «о», «м», «ну» и так далее. Суффикс «мен» замечательно виден. В мужском роде окончание «ос», «у», «о», «он» и так далее, известное по второму склонению. В среднем «он», «у», «о», «он», «а», «он», «ос», «а» и так далее, тоже известное вам по второму склонению. В женском «э», «э», «с», «э», 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 «н», «ай», «он», «ай», «с», «ас» тоже вам известное по первому склонению везде «мен», 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 «мен». Вот этот яркий, бросающийся в глаза суффикс «мен» позволяет сразу же узнать причастие среднестрадательного золота. Поэтому вот с этой формой вообще никаких проблем нет, поэтому увидели «у», «мэ», «нос», это, ну, если мы посчитаем, что это залог страдательный, «развязываемый», «у», «мэ», «развязываемая», «развязываемое» и так далее. И последнее, что вот нам, собственно, нужно узнать в отношении форм причастия настоящего времени, это форма причастия глагола «быть эйми». Они приведены в параграфе 27.9, и если вы на них внимательно посмотрите и сравните их с окончаниями причастия действительного залога, вы обнаружите, что учить-то ничего особо и не надо. Это точно просто окончание причастия действительно назвал, ну, формально, соединенно-гласное плюс морфема плюс падежное окончание «он», «он то», «сон ти», «он та» и так далее. Просто вот запомните вот этот факт, что вот тут вот то, на что заканчивается причастие, это и есть форма причастной глаголы «ми», и все получится. Ну, по поводу форм глагола «име», как их переводить на русский язык, да, вот глагол «быть», а причастие от глагола «быть» какой «бытийствующий», да, вот у нас вот плохо соответствующий русской формой, где причастие, что «бы», как «будучи», а вот «причастие», «бытийствую», вот с ним, конечно, плохо, поэтому зачастую, например, форму «причастную форму от глагола быть» переводят словом «сущий», да, такая старая славянская форма, ну, тут уж ничего не поделаешь. Например, замечательный пример, книга «откровения», первая глава, четвертый стих. Иоанн семи церквям, которые в Асии благодать вам и мир «от». Ну, здесь некоторая странность есть у Иоанна, потому что после предлога «апо» требуется по нормам грамматики родительный падеж, а он ставит именительный падеж. Делает он это не случайно, потому что вот таким использованием неподходящего по грамматике падежа Иоанн привлекает внимание к данной форме и помогает узнать, что на самом деле дальше есть некая такая цитата, аллюзия на Ветхий Завет. И что же мы с вами видим? Хо-он. Хо-артикль. И причастие от глагола «эйми он». От сущего. Ну, если мы как-то попробуем это перефразировать. От того, который есть. И хо-эн. Здесь тоже странность. Артикль с личным глаголом «и», который был «кай-хо-эхомэнос». В данном случае у нас причастие среднестрадательного залога от глагола «эхомай». Видите? Э-хо-мен. Хорошо видимый суффикс «ос». Приходящий. Или, если савянской, грядущий. И грядущего. «Благодать вам и мир от сущего и бывшего и грядущего». Или от того, кто есть и был и грядет. И вот это хо-он. Это, помимо всего прочего, отсылка на Ветхий Завет, на знаменитую фразу из книги «Исход», когда, помните, Моисей спрашивает у Бога, как имя. Это вот предукционным Израилем они спросят, им же важно, как именно Бог представится, то в греческом переводе в септуагенте ответ Бога звучит следующим образом. «Эгоэми хо-он». Я есмь, сущий, репь, который есть. Причастие от глагола быть. Ну вот, запомнив вот это хо-он, вы заодно запомните и окончание для причастия вот в именительном падеже единственное числе, суффикс «энтэ», суффикс «мен», и вот практически, да, суффикс «уса», и вот практически и всё. С одной стороны, причастия пугают обилием и разнообразием своих форм. В некоторых учебниках написано «выучить причастие» значит «выучить греческий язык». Но это учебники в основном англоязычные, им труднее понять концепцию причастия, чем нам. Нам с этим легче справиться, потому что в русском языке есть хорошие аналоги причастия. А вот что касается форм, которые кажутся очень разнообразными, и там по падежам, по родам, по числам, всё это меняется, ещё плюс времена и всё остальное, то на самом деле ситуация не так страшна, как кажется. Выучите вот эти ключевые элементы, отметьте для себя проблемные формы, и то, что нужно знать о причастиях, для их узнавания вы знать будете.